привет всем здравствуй всех кто хочет учить английский язык и практиковаться сегодня у нас первый урок и будем говорить о множественном числе в английском это довольно просто но есть некоторые нюансы которые стоит запомнить и я сегодня расскажу как это лучше понять вот во первых у нас есть такое regular nouns это это не глаголы это существительные слова например как и когда делаем из них множественное просто добавляется с как доллар в конце rabbits dogs animals beds chairs ну понятно да просто добавляем с очень просто cars bicycles shoes hats sunglasses вот например sunglasses да есть нет такого что санглаз но если бы было он бы заканчивался на с санглаз те слова которые заканчиваются на с босс например да чтобы легче было выговаривать и прибавить этот с в конце еще пить часа и с то есть не босс а босс из санглаз из там еще и с пишется вот я вот думаю как я еще заканчивается на с вы сами придумайте слова которые заканчиваются на с и посмотрите работает ли правило делать и с концы чтобы получилось множественное число а потом еще очень странные такие существительные есть три таких когда добавляют n или ren в конце например один child ребенок да child но много children есть ox ox мы говорим а это такое животное это не корова это не бык кто это по-русски я не знаю кто это но это такое животное прогуглите окс пишется о икс окс но когда их много они машин окс evaluаются ни они окс и не 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 окс с и не окс и не окс and так children окс и не 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 yepс иśя шо одно слово бреąгра это как братья Ну, братство, brethren. Никто не говорит brethren, в книжках встречается, но вот эти три слова, когда n-ren заканчивается. И это потому, что английский пришел с немецких языков, с германских языков и в старом английском. Просто так говорили, brethren. А еще в 15 веке есть слово hos, шланга, да? И говорили hosen. А в немецком hosen это значит брюки. Но уже никто не говорит hosen, а hoses. Просто это остатки староанглийского языка. Вот эти три слова. Вот. Их нужно просто запомнить. Есть еще некоторые irregular nouns, которые, если мы хотим говорить в множественном числе, недостаточно просто s или es прибавить, потому что это будет неправильно. Такие, например, mouse. Можно говорить mouses, ну, как мышки, да? Но mouses только когда это компьютерная мышь. То есть mouses есть такое слово, но это не животные. Это те мышки, которыми кликать можно на компьютере. Есть mouses. Но если хотим правильно сказать, это будет mice. Mouse, mice. Вот. Так же будет goose. Гусь. Получается geese. Вот. Тоже нет правил. Нужно просто запомнить. Mouse, mice. Гусь. 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 Вот. Это еще одна категория такая. Больше слов сейчас не вспомню, которые бы были такими сложными. Потом есть у нас слово fish. В множественном числе так же будет fish. One fish. Two fish. There are many fish in the sea. Plenty of fish in the sea. Есть такое приложение даже. Это dating app. Plenty of fish in the sea. А не plenty of fishes in the sea. Хотя вы можете встретить fishes в официальных текстах, в биологических текстах. Fishes – это когда мы говорим о разных видах рыб. There are plenty types of fishes in this aquarium. Тогда можно. Но обычные люди, мы так не говорим. Мы говорим. There are plenty of fish in the sea. Это еще такое. Нет, не крылатое выражение. Просто выражение. Plenty of fish in the sea. Это говорят парням обычно, которые разочарованы и думают, что не найдут больше себе партнера. Говорят им, ему. Don't worry. There are plenty of fish in the sea. Типа, там очень много рыб еще. В этом озере ты еще найдешь кого-то. Не будет проблем. Очень много людей. Так что, ты познакомишься с кем-то. There are plenty of fish in the sea. А не plenty of fishes. Запомните. Так, следующая категория. Это когда не меняется вообще. Мус так же будет, как и феш. Ну, то есть, мус. Мус. Шип. Шип. А не шит. Шип. Это как баран. Шип. И свайн. Свиня. Очень похоже, да, с русским? Мус. Это кто? Олень. Нет, это не олень. Ммм, кто же мус? Они в Канаде возятся. Такие, как олени, но у них очень такие плоские. Антлеры. Так, у них... И они большие мус. Хуй знает. Вот, мус, шип, свайн. Такие же будут в множественном числе мус, шип, свайн. И еще последнее, которое я знаю, что слова, которые кончаются на ю, с, как кактус, например, кактус, это от латинского и в множественном числе следует латинской грамматики. И вместо ю, с, ставится ай. Кактус, кактай, а не кактусыз. Саккбас. Есть такое слово, это металлургический персонаж, который очаровательный и клеит мужчин. Так, просто говоря, саккбас называется, а в множественном числе будет саккбай. Так что запомните, обычно мы ставим с. Иногда, чтобы легче было выговорить, и слово кончается уже на с, еще там добавляется и с, басыз, например. Потом есть три слова, которые, у которых немецкие корни. И Oxen, Children, Brethren. Есть те слова, которые просто меняются. Майс, Гис, Флис. Есть, которые не меняются. Фиш, например. Мус, Шип, Суайн. Есть этот кактус, который очень странный и будет кектай. Вот это все. А, еще одно. Это устно. Не настолько важно. Но когда мы пишем эти слова, тогда важно. Wife, Wives. То есть не Wifes, а Wives. Будет звонкий. Wife пишется F. Wives пишется V. И все. Лив, Ливз. Просто легче выговорить. Поэтому все. Это все на сегодня. Оставьте свои комментарии, какая тема вам интересна. Понравился ли этот эпизод. Поучительно было и интересно. Let us know. Bye.